С подведения итогов прошлой недели начинается очередное совещание в региональном правительстве. Премьер Ингушетти Владимир Сластенин поблагодарил коллег за слаженную работу. Памятные мероприятия к 23 февраля прошли на высоком уровне. Регион по поручению главы республики отправил новую партию гум-помощи в зону СВО. В Магасе открылась супер-современная IT-школа, а в Сунже долгожданный ФОК. Спасибо строителям Тимур Навич. Просто глава сказал, что современное здание настолько качественно выполнено, что спасибо большое просил всем, кто участвовал в этом мероприятии. Указом главы Ингушетти Комитет по делам молодежи и Комитет по туризму реорганизованы в одно ведомство. Теперь это Министерство молодежной политики и туризма, которое возглавил Адам Мальсагов, ранее являвшийся руководителем КДМ. Обсуждают на совещании и ход проведения отбора граждан на военную службу по контракту. Военный комиссар Ингушетти Заурбек Гадоборшев отметил, что необходимо оперативно выполнить задания Минобороны России. На сегодняшний день республика из 600 человек отправлено 76 человек, что составляет 12,6 от ядового задания. И февральское задание из 95 у нас отправлено 52 человека, что составляет 54,7%. Здесь бы хотелось отметить такие муниципальные образования, как город Молгобек, 125%, Карбулак 100%, Джайрахман вообще 800%. Актуальным остается вопрос по постановке на учет молодых людей призывного возраста. Заурбек Гадоборшев отметил, что в этом направлении показатели низкие. По его словам, в рамках закона тех, кто не встал на воинский учет, не примут ни на учебу, ни на работу. Здесь бы хотелось напомнить то, что в соответствии со статьей 4 федерального закона на воинской обязанности военной службы, должностные лица, организации, учреждения, они ответственны за то, чтобы оповестить граждан по повесткам военного комиссариата и обеспечить им явку в свое время. Встать на воинский учет обязан каждый молодой человек, достигший 17 лет. Премьер Ингушетти поручил усилить работу в этом направлении, предложив рассмотреть и проработать вопрос о выездных комиссиях, чтобы молодым людям вдавали удостоверение на месте. Отчитались на заседании о подготовке к предстоящим выборам президента страны. К главному политическому событию все готово. Еще одна тема, которую рассматривают в правительстве – благотворительный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. 7 марта у нас будет два концерта. Приезжают Дима Билан и Стас Михайлов. Один и два концерта. Стас Михайлов вечером улетает, прилетает в школе «Басков» на 8-ое. Один концерт «Басков» и «Билан». Во дворце спорта имени Берда Егоева, там уже с исполнителем заключен договор. В принципе, дворец спорта уже приводится в порядок. Но мы еще детально не начали работу над этим. В общем, уже, в принципе, все в процессе. Концерт организует созданный в регионе мецената Микаилом Гуцериевым благотворительный фонд «Возрождение» совместно с правительством Ингушетия. В течение двух дней в нем смогут принять участие более 7 тысяч человек, строго по пригласительным, которые будут розданы родным участникам СВО, работникам в сфере образования, здравоохранения и культуры. Кроме этого, хочу сказать, пока все коллеги здесь находятся, что мы определяем там вид места для женщин уже пожилого возраста, чтобы им не приходилось лезть туда на леса спортивные, они будут в зале, им будет комфортно, они размещены. Поэтому по ведомствам и министерствам, вот те, кто на заслуженном отдыхе, есть такие женщины, пожалуйста, подавайте заявку. Или в противное министерство это уже будет, и Дире Муратовне, пожалуйста. Следующий вопрос в повестке – погашение сотрудниками подведомственных учреждений налогов физлиц. Руководители министерства и ведомств напомнили, что необходимо проводить с подчиненными разъяснительную беседу, чтобы те вовремя оплачивали свои счета. В отношении физлиц 128 тысяч требований об уплате налога на 1,6 млрд было направлено. 11795 решений о взыскании было направлено, соответственно, соотвечею 46, на 1,72 млрд. В банк было направлено, это все цифры прошлого года, 23-го года. 3723 поручения на специальный денежный следств на сумму 115 млрд. В соответствии с статьей 48 млрд выкладывается. В завершении совещания глава Минтруда Хаджабик Кирмуталиев сообщил, что необходимо рассмотреть проект закона о внесении изменения в статью 22 закона Ингушетии об охране семьи, материнства, отцовства и детства. Согласно указу президента России, отныне многодетной считается семья, в которой воспитывается трое и более детей. При этом статус присваивается бессрочно. То есть семья не перестает быть многодетной, когда дети достигают совершеннолетия. Зелимхан Калоев, Султан Булгучев, Ахмед Парчиев, Магаз, 24.